Уже традиционно с 5 по 12 сентября в Чувашии проходит декада профилактических мероприятий, приуроченных к Всероссийскому Дню Трезвости. В Национальной Библиотеке состоялся межрегиональный круглый стол. Проблема алкогольной зависимости по-прежнему одна из самых острых в стране. Можно долго дискутировать по поводу причин, формирующих эту социальную болезнь. Но в одном можно быть уверенным точно – так быть не должно. Встреча неранодушных людей, а в их числе политики, медики, общественники, по сути призыв объединить представителей всех субъектов, органов власти и общества для формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своей семьи. В рамках круглого стола состоялся телемост с участием экспертов федерального проекта «Трезвая Россия». Мы сегодня видим, что во многом нам не хватает более конкретных и практических шагов. И здесь мы, конечно же, говорим в том числе про увеличение возраста продажи алкоголя. Мы поднимаем вопрос о том, что сегодня алкоголь является, как я и сказал, первоисточником и причиной многих социальных бед. Мы видим вот это обилие так называемых вот этих пивнушек, которые в народе называются там по-разному. Кто-то их называет наливайки там и так далее, и так далее. Мы понимаем, что вот эти дыры в законодательстве алкогольная мафия использует с точки зрения собственной наживы и, конечно же, ухудшение здоровья наших граждан. Ужесточать законодательство нужно. С этим согласны все участники «Круглого стола». Наряду с этим важна системная профилактическая работа. Наша задача, наверное, первейшая ограничить как потребление табака и, конечно, потребление алкоголя. Предложить альтернативу. Лобовая атака нет. Надо мозги занять другими. Это, прежде всего, ведение здорового образа жизни. В школах и других учебных заведениях пройдут уроки трезвости. На дорогах, в местах интенсивного движения автомобилей, рейды, трезвый водитель. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика.